Здравствуйте, сейчас лучше решить, нахажите, пожалуйста. Хорошо, Элина? Привет, привет. Теперь хорошо. Отлично, я рада. Здравствуйте. Хорошо выглядите, спасибо. Я еду на тек-шоу «Бородина Противозовы». Привет, Украина, привет. Видно хорошо, но выяснили, что ж такое-то. Какая красивая. Спасибо. Здравствуйте, это наша красота. Спасибо, мои девочки хорошие. Привет. Привет. Все хорошо, видно и слышно. Ну, отлично. Я очень рада. Давайте перекличку по городам сделаем, кто откуда. Давайте, я первая начну. Павловский фасад. Глаза какого. Спасибо. Мне не платят за участие в шоу «Бородина Противозовы». Кто, по-вашему, заслуживает победы? Честно, мне все равно, если честно. Кто выиграет, тот выиграет. В принципе, всем квартиры никому не помешают. «Бобруйск», «Братск», «Омск», «Тула», «Нижний Тагил», «Усть-Каменогорск», «Владивосток», «Челябинск», «Великий Новгород», «Брюссель», «Красотка». Спасибо. Орел, Астрахань, Москова. Кто по вашим очкам? Я уже сказала, что мне вообще все равно. Честно говоря, я когда там была на проекте, и каждый раз, когда был «Бород Человек-года», каждый раз реально какие-то надежды были, а потом начиналась такая грязь, такой ужас просто. На мне лично выезжали и побеждали Либерж, тот же Влад. То есть много было такого, что именно скандали со мной, потому что я тогда была антигероем, и тот, кто со мной воевал, типа были герои такие. Поэтому мне неинтересно даже по поводу конкурсов то, что выиграют, выиграют и выиграют. Всегда будут и были антигерои. Единственное, что сейчас, конечно, то, что ребята решают. Поэтому это, ну, с другой стороны, где гарантия, что их никто не подговорит, тех же ребят? Никакой гарантии нет, поэтому я не знаю. Это дело такое, хочешь, болеешь, болеешь, потом получится по-другому. Привет, привет, красавица, спасибо большое. Дайте совет без обсуждения, у меня кредит надо отдать. Предложили, что Секас и Дики. Бывает. Если, может, кто-то вам поможет, советом, я выдержусь. Какой город вам нравится больше всего? Из того, что я видела, мне нравится Санкт-Петербург. Привет, Кира. Я сдала на права с первого раза, да? К Новому году, я сейчас была, кстати, на Сдеке, мне пришла ёлка уже. Вот, только единственное, я не смогла её забрать, потому что я уезжала на съёмки. Вот, договорились, что я заберу завтра её. Через 600 метров, верните наверх. Ну, у меня уже прямо без внушений. Через 600 метров, верните наверх. По фотографиям, да, по картинкам, ёлка прям шикарная. Вот, прям красивая. Посмотрим, как она будет вживую. Я взяла ещё метраж 2,7 метра, то есть 270 сантиметров, чтобы под потолок была. Это искусственная ёлка, но выглядела она на фотографиях очень прям, такое ощущение, как живая. Привет. Да, мне было обидно, когда были антикированы. Я тоже считаю, что абсолютно не заслуженно. Абсолютно было. Поверните налево. Придуманная история такая, что я, типа, плохая. На самом деле, это вообще отвратительно. Просто науськивали тех, кто готов был продаться, науськивали, чтобы они просто против меня шли и всё. Старая ёлка в подвале. А почему она старая? Искусственные ёлки, они старыми не могут быть. Привет, привет. Измаил, привет. На гадкие комментарии не ведитесь и не отвечаете. Я как только вижу, я сразу удаляю. Хорошо? Давайте не будем давать пищу дебилам. Нет, я не каждый год покупаю новую ёлку. Мы иногда делаем так, что ставим настоящую ёлку. Дети как просят. В принципе, всё зависит от детей. Потому что мне и мужу много не надо. Мы можем вообще маленькую ёлочку поставить и живые веточки поставить в вазу и украсить. И нам этого будет достаточно. А вот когда детки приезжают, конечно, хочется их порадовать и сделать ёлку прям вот на 100% красивой. Гринвей я не наступила. А надо? Привет. Меню какое будет на Новый год? Оливье будет с креветками обязательно. Будет стервиц или басётр обязательно. На Новый год хоть снег то будет, не знаю. Надо смотреть ближе к этому дню. Потому что гидрометцентр нас с сюрпризами постоянно занимается. Радует нас как Дед Мороз. Сюрприз! Привет, привет. Здесь так среды похоже. Ну, она же моя дочка. А я её мама. Ёлочку заказывала. Ох, магазин назад. Я знаю, что там слово ёлки присутствует. Надо вспомнить. Надо посмотреть по бумажке. Первый день марафона. Мне кажется, что многим тяжеловато. Потому что не все обладают силой воли. Ну, я вижу, как общий дух такой боевой в группе присутствует. В группе очень комфортно. Мне приятно там находиться, подбадривать девочек. И я просто держу кулачки, чтобы девчонки не сорвались. Потому что, в принципе, завтра ещё потерпеть и всё. То есть самое тяжёлое время это сегодня. Вот. Так что я сейчас с вами немножко поболтаю. Обойду, пойду к ним. Обязательно их поддержать. Я сегодня уже истории записывала. И видео записала пост для них. Для того, чтобы их поддержать морально. Я отвечаю им и в речку, и под постом отвечаю. В общем, всё свободное время посвящаю марафону. Поэтому сейчас поболтаю с вами и пойдём. Через 600 метров. Верните налево. Если кто-то из них сейчас сойдёт с дистанции, это будет минус мне, как куратору. Потому что это неправильно. Красавица шикарная. С первым днём зимы. Спасибо. Спасибо большое. Привет. Ирине от Ирины из Камчатки. Вы знаете, стало меньше читать хейтеров. И стало полегче. Так что нормально. Всегда восхищалась Рита её характером и равновешным. Да. Оливье с креветками – это очень вкусно. Это безумно нежно. Это лучше, чем мимоза. Поверните налево. Здравствуйте. Я еду на ДНТ. Будем... Будем давать советам. Прямо 9 километров. Ребяткам. Я не ответила вам. Значит, не пришло ваше сообщение. Потому что я вчера до 2 часов ночи всем отвечала. И пока каждому не ответила, я не легла спать. Значит, ваше сообщение почему-то не пришло. Пытайтесь под последним постом написать. Либо подайте запрос в группу Акибалова нижнее подчеркивание диета и напишите там сообщение. Ну, в принципе, уже поздно. Сейчас мы посмотрим. Марафон уже стартовал. Уже добавляться к нему поздно. Даже смысла нет просто. Поэтому давайте все до следующего раза. Либо, если будет очень много желающих, я просто параллельно запущу еще одну группу. Если я, конечно, вытяну это все. Если будет перед Новым годом еще много желающих, то параллельно запустим вторую группу. Прямо в ближайшее время, чтобы успеть к Новому году. Оля на папу похожа. Нет, Уличка на меня очень похожа. Хотя раньше в детстве я считала, что Оля похожа на папу, а это маму. Уличка на папу. Уличка на папу. Или все хорошо. Вы молодец. Везде успеваете, да. После конфликта с африкантами мы пересекались все в гримёрке. На съемках передач. Я рассказывала. Уличка на папу. Уличка на папу.